Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас я покажу вам сорт и расскажу о нем, который я летом почему-то упустила из виду, но из-за своей, вот из-за такой занятости, было сильно жарко, надо было все поливать, но о котором обязательно я хочу рассказать, и который пригодится тем, я уже зимой говорила, у кого проблема с погодой, у кого холодное лето, у кого короткое лето. Это скороспелый, ну не скороспелый, как ранний сорт, вообще даже он написан вот и скороспелый, который такой же, как венти, который может вызреть в открытом грунте, вот это у меня в открытом грунте вырос, и я сейчас, когда последние перцы мульчировала, ну, растительными остатками лук, и вот нарвалась на него, тут последние несколько перчин есть у меня, и я вспомнила, что я о нем-то вам не рассказала, а это очень важно для тех, кто не может вырастить перец вообще, потому что нет теплиц, не может подобрать удачный сорт, вот этот сорт перца, его можно вырастить без теплиц, и может он вызреть вот до такого состояния доспелого на улице. Вот последние плоды, они, конечно, не очень красивые, но все равно, я сейчас вам расскажу о нем, что о нем говорит производитель, вот сладкий перец, белый налив, написано скороспелый, дает хороший урожай даже при пониженных температурах, это очень важно для тех, ну, для холодных огородников, как я называю, теплые, холодные, кто живет в холодном климате, как я в сибирском регионе, такие сорта, они для нас незаменимы. Перец сладкий, белый налив, скороспелый сорт для выращивания в открытом и защищенном грунте, то есть вы можете посадить его и в теплицу, можете посадить его и на улице. Растение среднерослое, компактное, высотой 55 см, я его в этом году выращивала без подвязки, без формирования, растет сам прекрасно он. Плоды удлиненно-коносовидные, в технической спелости кремовые, в биологической красной массе, 60-70 грамм, толщина 5-6 мм. Так, дружная отдача раннего урожая, продолжительное плодоношение, что очень важно, это скороспелый перец, но не из тех, который рано-рано раз отдаст урожай и все. Вы видите, что средина октября, еще такие несморщенные, хорошие, такие свеженькие перчины, можно в это время есть, продолжительное плодоношение, так, хорошая завязываемость плодов при пониженных температурах, назначение универсальное. Вот это все, что я хотела сказать, это все самое главное, что при пониженных температурах он хорошо завязывается, плодоносит, при продолжительных температурах пониженных еще зреет. Я уже показывала перцы, которые у меня росли, у нас 1-2 градуса ночью, вот он до сих пор рос в открытом грунте, ничего на нем не сказалось, такая плотная, хорошая перчина, но это, конечно, последние, первые были они поярче, но я их уже давно использовала на семена и там сварила их все. Вот это перец, белый налив, который очень-очень подойдет для всех нас, для сибиряков. Там Урал, Дальний Восток и вообще где холодно летом, везде подойдет белый налив. Он не очень, конечно, крупноплодный, он не очень, конечно, толстостенный, но очень хороший, выносливый. Подойдет и на лечо, и на заморозку, и на все заготовки с перцем, конечно, в салаты, и будет у вас плодоносить все лето и до самого-самого, до поздней осени, до самых похолоданий. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова и сорт перца белый налив.